Всем привет, меня зовут Тушел и сегодня мы поговорим про инновации в игровых клавиатурах. В прошлом своем видео я говорил, что меня разочаровывает текущее положение игровых клавиатур, а именно то, что за последнее время особых каких-то инноваций в этой области не было. Да, понятное дело, что если отмотать на 20 лет назад и сравнить клавиатуры тогда и сейчас, то можно увидеть некий прогресс. Например, полностью решена проблема с гостником, клавиатуры работают стабильно на 1000 Гц, и они сделаны из более качественных материалов. Но на мой взгляд, сейчас в индустрии наблюдается некоторая стагнация, ничего нового не происходит. И сегодня речь пойдет не про какие-то субъективные улучшения, а про функциональные улучшения. То есть всякие супертихие стабы и кейкапы из кожи единорога это мимо этого видео. Можно играть и с гремящими стабами, и с кейкапами из обычного АБС-пластика. Но функциональные изменения это те изменения, которые позволят нам играть лучше и добиваться большего. Еще надо понимать, что любая игровая клавиатура должна оставаться хорошей клавиатурой в повседневной жизни. Ведь играем мы пару часов, а сидим за компьютером куда больше. Поэтому инновации по типу геймбордов это тоже мимо этого видео. Ладно, хорош болтовни. Что бы я добавил в клавиатуры, чтобы сделать их более функциональными в играх? Первая и очевидная область это область большого пальца. Как так получилось, что наш большой палец, имея превосходную моторику, отвечает лишь за нажатие пробела? Да даже мизинцу больше кнопок досталось. Безусловно, дробить пробел и делать его коротким не вариант, поэтому надо просто добавить 3-4 кнопки на нормальных свечах под пробелом, чтобы их мог с легкостью доставать большой палец. Сделать их функции стандартными, по типу второго альта или контроля. Для их использования не потребуется тогда софт, и игры их будут воспринимать на ура. Вариантов оформления этой области, кому взгляд, достаточно много. Вторая область, которая не задействована, это левее ряда с капслоком. Да, я знаю, что есть клавиатуры, у которых там есть ряд макрокнопок, но обычно они существенно отделены от ряда, и дотянуться до них не меняя хват сложнее. Для этого делаем кнопки Tab, Caps и Shift чуть короче, и левее их добавляем еще 3 кнопки. Понятное дело, что добиться похожего результата можно сместив управление с VSAD на ESDF, но тогда в каждой игре надо будет все перенастраивать. Что, конечно, согласитесь, муторно. Теперь поговорим про модульность. Сейчас в основном есть выбор между TKL клавиатурой и полноразмерной клавиатурой. Но что, если для работы на десктопе мне нужна полноразмерка, а для игры удобнее использовать TKL? Почему не сделать отсоединяемый блок клавишным пада? Ну а блок со стрелками и кнопками Print Screen, Scroll Lock и так далее. Всегда ли он нужен в игре? Может его тоже можно отсоединить? В итоге получается высоту полноразмерная клавиатура, а ширина, как у клавиатуры, в 60%. Для тех, у кого мало места, это будет весьма полезно, на мой взгляд. Продолжаем тему модульности. Пусть ряд кнопок под пробелом можно будет двигать, либо заменить кнопок на колесо прокрутки или плавник. Ведь потенциально кому-то одно покажется важнее другого. Теперь про кейкапы. Конечно, есть гениальная идея делать кейкапы с изображением, допустим, ракеты или еще какой-то функции из игры. Но мы с вами, когда играем, не смотрим на клавиатуру, не спорим, какой там символ. Однако тактильные ощущения никто не отменял. На мой взгляд, в наборе должно быть около 10 кейкапов с тактильно различимыми фактурами, чтобы вслепую мы проще находили ту кнопку, которая нужна. Примерно как пупырышки на букв F и J, только более выраженные и более разнообразные. В идеале же, чтобы любой кнопке можно было прибавить фактурность. В том или ином виде. В виде какой-нибудь насадки что ли. И теперь еще немного про кастомизацию клавиатуры. Почему наклон регулируется всего в одном положении, или максимум в двух? Почему не сделать простой червячный механизм, где можно было бы регулировать наклон плавно? Это реализовать не так и сложно, но было бы крайне удобно для пользователя. То же самое можно сказать и про подставку под кисть. Дайте возможность пользователям ее снимать или добавлять. Менять ее размер и расположение. Все мы пользуемся девайсами по-своему. Сделайте так, чтобы клавиатура подстраивалась под нас. Вот в принципе всего несколько идей, которые могут помочь в функциональности игровых клавиатур. Эти все моменты расширили бы их возможности, и позволили действительно получить некоторые преимущества в играх по сравнению с обычными клавиатурами. Да и с комфортом бы дела стали получше. А теперь мне интересно услышать ваши идеи. Что вы считаете нужно добавить или изменить в игровых клавиатурах? Каких инноваций на ваш взгляд не хватает? Пишите в комментах, думаю будет интересно. Итак, если видео вам понравилось, ставьте лайки, делитесь им в соцсетях и подписывайтесь на канал. Сегодня с вами снова был Ятушел, всем пока и до новых встреч!